Приветствую всех зрителей нашего телеканала. Вы смотрите программу «Формула успеха». И как обычно, в этой передаче мы говорим о том, что же такое успех, что такое истинный успех и что такое ложный успех. И я представляю гостю нашей сегодняшней студии. Это служитель и международный проповедник, основатель и старший пастор миссии «Ньюстрим Министрис» в городе Хайфа, Израиль, Яна Титова. Яна, здравствуйте. Здравствуйте, очень приятно. Уже перед самым началом передачи вы сказали, что вы родились в верующей семье. И с детства вы себя помните верующей. Вот расскажите о вашем духовном становлении, потому что оно не было всегда плавным. Я родилась в Санкт-Петербурге, в семье православных. И я никогда не сомневалась в том, что Бог есть. Когда я была еще совсем маленьким ребенком, я верю, что Бог ко мне приходил и показывал какие-то свои проекты, мироздания или что-то в этом роде. И я это называла состоянием погружения в думки. Понимала, что это что-то глобальное. Потом, спустя время, начала проявляться такая у меня способность уговаривать людей, утешать людей и говорить им какие-то приятные вещи. И они успокаивались. Потом обнаружилась такая способность, что меня спрашивали, Яна, будет ли хорошо вот с этим вопросом. И я должна была сосредоточиться, почувствовать и чувствовала внутри мир. И знала, что, ну, значит, все пройдет нормально, так как должно пройти. И так мы ездили иногда за границу, когда беспокоились, пропустят границы, не пропустят, в Польшу, там разные места. Вот. И таким образом Бог начал со мной общаться. Это было, когда я еще была в школе, там, 15 лет, 17 лет я переехала в Израиль. В какой-то момент вышла замуж, родила первого ребенка. И интересно был такой момент, что мне не нравилась моя жизнь, мне не нравилось, что происходит. Какая-то депрессия меня одолела по разным причинам. Там была потеря драгоценного близкого человека. И были какие-то еще моменты. И, в общем-то, я решила, что не хочу я больше жить. И... Но перед этим за год где-то, может быть, за 8 месяцев до этого, я на Бога очень обиделась. Я сказала, раз ты такой вот нехороший, я с тобой больше не дружу, не хочу ходить вместе. Я на него расстроилась, обиделась. И мы порвали отношения, что называется, официально. И я тогда развелась. У меня были долги очень серьезные, финансовые. И нужно было как-то покрывать это все. И неоткуда было. Я наступила депрессия. И в этой депрессии я просто решила, что я выйду в окно с пятого этажа. Но интересно, что проповедовать Бога я никогда не переставала. То есть людям поговорили о Боге? Да. Я все время говорила людям о Боге и приглашала их в церковь. Это вообще нонсенс непонятный мне. Но я им говорила. Вот один такой человек, его звали Влад, я с ним познакомилась в видеомагазине. И рассказала ему про Бога. Я даже не знаю, зачем пригласила его в церковь. И абсолютно об этом забыла. Когда я встала на пятый этаж окна, решила, что я выйду. Вот уже за секунду до звонит телефон. И я сама себе говорю, ладно, я сейчас отвечу и потом выйду. И я отвечаю на этот телефон. И Влад этот звонит и говорит, я не понял, ты меня пригласила в церковь. Я стою здесь, тебя нет. Тут у меня холодным потом прошибает. Я думаю, господи, как же неудобно пригласить человека и не прийти. И тогда я говорю, хорошо, сейчас я приеду. Я приезжаю туда, в эту церковь. Как раз был праздник открытия церкви. Собралось много-много церквей. И я вдруг для себя обнаруживаю, что очень много молодых людей верят в Бога. Что я не одна такая молодая. И что как бы... А, еще у меня очень сильно болело ухо и горло в этот день. Прямо такое состояние было. Болезненно очень. И когда началось служение, начали поклоняться, у меня вдруг постепенно исцелилось ухо. Потом мне исцелилось как бы горло. Потом исцелилось общее состояние. После этого очень интересно было, что был призыв к десятинам. И я никогда об этом раньше не слышала, не знала, не понимала. Ну, вообще. И мне вдруг внутри меня проговорило, отдай, пожалуйста, десятины. А ситуация финансовая была такая, что у меня наличных денег со мной не было. Можно было бы дать чек. Но чек, он должен быть с покрытием. А у меня явно не было покрытия. И у меня внутри звучит, дай, пожалуйста, чек. И я даю этот чек, как сейчас помню, на 300 шекелей. И вдруг идет такая мысль внутри меня. Что видишь, до чего ты дошла. То есть ты на меня обиделась, ты от меня ушла. Я говорю, ну да. Ну, такая мысль, как на бар. Но ты видишь, что тебя не держит ни мама, ни ребенок. Я говорю, вижу. Он говорит, ну теперь я тебе хочу сказать, что я люблю тебя без условий. Как бы я начала с ним общаться лично. И вот молиться, поклоняться, переживать его какое-то присутствие и в слове, и в молитвах. Потом начались чудеса. То есть я сидела, я написала дома список. Я в тот момент была в разводе. И рассталась с тем молодым человеком, с которым жила. Потому что надо было принимать решение. Если ты хочешь быть с Богом, то надо платить цену. И я вот очень долго думала и решила, что ладно, я заплачу эту цену. И я буду посвящаться Богу, и я буду святой. Я как бы расстаюсь, остаюсь одна. И естественно, встает вопрос, а кто же будет покрывать все мои вещи? Как же все это будет происходить? И я начала записывать список. Писала я так на бумажке. И мне это пришло как-то сверхъестественно. Написала я, что мне нужно. И начали происходить вещи в течение полугода совершенно уникальные. То есть я один раз прихожу. Во-первых, мне пришло письмо в приказной форме, что я должна прийти, явиться и получить квартиру. Я обязана. Думаю, что я, наверное, неправильно перевела. Читаю еще раз. Вы обязаны. Когда появился мой муж нынешний в моем, как бы, в поле зрения, то было тоже совершенно уникально. В общем, Бог мне прислал мужа настолько соответственно во мне, что действительно мы подходили и по интересам, и по прошлому, и по-настоящему. И, в общем-то, очень легко было вместе. Потому что когда Бог дает, оно все легко. И когда-то мне захотелось сделать просто проверку. Я проверила свою фамилию. Вот до, какая цифра получается, такая мини-гематрия называется. И есть после. Когда я проверила, то выяснилось, что моя новая фамилия Титова, она просто оставляет меня, как Яна. То есть это функции фамилии, вообще ее нет. То есть она исчезает. Остаюсь только я. То есть Бог мне до такой степени показал, что тебя не переделывают. Я принимаю тебя такой, какая ты есть. Я люблю тебя, что даже фамилия не повлияла. Пока ты не научишься слушать и делать, как Авраам. И поверил Авраам Господу. И вменялась это ему в праведность. Но он был первым апостолом, фактически. Так и мы. Мы имеем помазание, мы имеем призвание, мы имеем предназначение. После этого мы поехали уже в Днепропетровск. Это было 180 километров, это не ближний свет. И Бог просто показывал, где нужно было молиться, где поклоняться, где делать какие-то пророческие действия. И важно отметить, что Бог дал точные даты. То есть Он сказал, ты будешь там от и до. Проходит ровно месяц. И именно в эти же даты звучат взрывы в Днепропетровске. На всех тех местах, где мы молились. И вот никто не погиб. И ребята просто перезвали, говорят, велика вера наша. Потому что взрывы звучали, и они просто свидетели, они с нами были. И действительно это было чудо. Потом мы также были в Германии. Там рухнул вокзал, и никто не погиб. Именно после молитвы. В Лондоне были, там вертолет врезался в здание вокзала. Погиб только пилот, люди не погибли. То есть там было что-то уникальное, и Бог нас вел какое-то время. И вот так началось, в принципе, мощное движение. Но изначально, когда Бог с нами начал говорить, то Он сказал, я не хочу, чтобы вы выходили наружу, чтобы вы делали себе пиар или еще что-то. Я хочу, чтобы у вас была стратегия крота. То есть вы делаете в закрытом, как бы молитесь, собираетесь, поклоняетесь. Слушайте, что я вам говорю, и делайте. И вот в этом я верю в благословение. Почему? Потому что пока ты не научишься слушать и делать, как Авраам, и поверил Авраам Господу, и вменялось это ему в праведность. Он был первым апостолом. Так и мы. Мы имеем помазание, мы имеем призвание, мы имеем предназначение. И каждый должен делать то, что Бог вам говорит. Потому что если он не будет этого делать, то он не войдет в то, для чего он призван быть. И вот это, наверное, один из ключей. Яна, у вас есть интересное свидетельство о буквах? Да. Я была в Африке в 2017 году. И мы были на таком пророческой школе в провинции Лимпомпо. И вот мы в нашем домике сидели, несколько человек, где нас поселили. Уже была ночь, и мы молимся. И важно тут отметить, что это были как бы бунгало такие. И у меня был с Богом договор. Ну, чуть-чуть там предыстория. Потому что, когда мы приехали, первое, что нам сказали, что там очень много ядовитых змей. И что надо очень осторожно. А я не люблю змей, не люблю всяких этих животных. Особенно, когда они ядовитые. И многих женщин, наверное, меня поймут. То есть я не люблю всю эту летающую живность. Вот это все, что там, вот это все. И я говорю, Бог, хорошо. У меня нет обратного хода. Ну, давай мы с тобой сейчас сделаем завет. Я их не вижу, этих змей. На меня ничего не падает. На меня ничего не садится. И я не хочу ни с чем с этим соприкасаться. При том, что спальное место мне досталось, знаете, прямо, ну, там такой брезентовый предбанник был, двухэтажная кровать. И на второй ярус меня положили. Там прямо эти балки с паутинами, со всеми делами. Я говорю, Бог, пожалуйста, на меня ничего не падает. И Бог почтил меня. Действительно, две недели на меня ничего не падало. Я не видела ни одной змеи. Я не видела ничего. Яна, большое спасибо за то, что вы поделились с нами вашими благословениями. Большое спасибо за то, что вы смогли в своей жизни совершать шаги веры. И действовать, когда кажется, что ничего не подготовлено для того, чтобы вы отправлялись в другие города, в другие страны. Большое вам спасибо, что вы навестили нашу студию. И большое спасибо всем нашим зрителям, кто смотрел эту программу. Не переключайтесь, продолжайте смотреть нашу программу. Впереди вас ждет масса интересного. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин.